Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня по телевидению, или в интернете, или в газетах можно увидеть много информации, посвященной теме каких-то необычных явлений, каких-то чудес. Иногда мы видим экстрасенсов, мы иногда видим людей, которые якобы обладают особыми дарованиями и решают проблемы, решают какие-то трудности человеческие и проявляют некие сверхъестественные способности. И сегодня мир, как мы видим, гонится за этим. Мир гонится за тем, чтобы увидеть что-то сверхъестественное, что-то необычное. И иногда, к сожалению, люди думают, что все, что происходит, якобы сверхъестественное, это есть проявление божественного мира, это есть проявление духовного мира, это есть что-то очень важное и необычное. Ну, мы все-таки, христиане, относимся к этому более трезво и более сдержанно. Говоря вообще о чудесах, христиане говорят об этом как о чем-то, в принципе, достаточно обычном. Как хорошо выразился Блаженный Августин. Я сейчас постараюсь зачитать его слова. Блаженный Августин сказал, что чудесное есть лишь необычное проявление божественной воли. Вся природа сотворена Богом и есть продукт его воли. То есть чудесное — это есть лишь необычное проявление Божьей воли. То есть, в принципе, все, что существует в мире, это уже и есть чудо. То, что мы с вами живем — это чудо. То, что мы видим, как растут растения, мы возделываем огород — это все тоже чудо. Это все очень замечательно. Это все прекрасно. Но иногда бывает так, что Бог иногда в этот обычный порядок вещей вмешивается. И этот порядок вещей иногда меняет. Вот, собственно говоря, это Божие вмешательство в обычный ход вещей мы и называем чудом. Но, однако, опять же, к чудесам у нас особое отношение. То есть мы говорим о том, что Бог вмешивается не всегда в обычный ход вещей. И в этих вмешательствах есть определенная цель. Бог это делает зачем-то. То есть Он не делает это просто так. Он это делает для какой-то цели. Все чудеса, которые описаны в Библии, они, опять же, сугубо целенаправлены. Они делают это для чего-то. Но и самое важное дело, для чего, собственно говоря, делаются многие чудеса, это Богом для того, чтобы спасти человека, для того, чтобы человеку уверить в божественной силе, или для того, чтобы что-то человеку показать, или вразумить человека. То есть все чудеса преследуют, в первую очередь, благо для человека. То есть человек посредством видения этих необычных вещей, он должен более и более утвердиться в вере в Бога. То есть Господь вмешивается в определенные исторические моменты или жизни отдельного человека, или в жизни какого-то народа. Вообще верить в чудеса для христианина – это вполне естественно. Так же, собственно, как верить и в самого Бога. То есть мы говорим, что Бог есть, мы верим в Него, мы верим в Его бытие. И, конечно, мы тогда верим и в чудеса, и насколько для нас естественна вера в Бога, настолько у нас естественна вера и в Его вмешательство. Потому что Бог этот мир никогда не оставлял, и всегда в этом мире пребывает. И постоянно нам своим промыслом на что-то указывает, и как-то вмешивается в нашу жизнь. Поэтому это вполне естественно. Но есть еще и другие чудеса некого рода, о котором говорит Священное Писание. Священное Писание говорит о том, что есть и лже-пророки, есть в Библии такой персонаж, описан он в книге «Откровение», которого мы называем Антихристом. И вот эти слуги дьявола и сам сатана тоже делают некие необычные вещи. И в Библии тоже об этом описано и сказано, что в последние времена будут люди, которые будут творить некие чудеса. Придет Антихрист, который будет творить чудеса. И люди будут изумляться от этих чудес. Люди будут восхищаться. Вот он, какой-то чудотворец. Но Библия нам говорит, что этим чудесам доверять нельзя. Как, собственно говоря, и в божественных чудесах, так и вот в этих необычных явлениях, которые принадлежат миру иному, миру бесовскому, есть тоже определенная цель. В божественном чуде главная цель, еще раз напомню, это спасение человека. А в бесовском чуде, чуде в кавычках, в первую очередь, это погибель души человеческой. Чтобы человека вовлечь, человека, чтобы как-то пристрастить к этим явлениям. И человек добровольно свою душу отдает вот этим злобным духам. То есть вот для чего делаются подобные чудеса. Поэтому не всякому чуду нужно верить. Не всякому чуду нужно доверять. И не всякому человеку, который что-то делает необычное, опять же, нужно доверяться и вслушиваться в его слова. Потому что у этого человека могут быть проявления совершенно не того духа и не того царя, которому он служит. Далее, все-таки, как нужно относиться христианину к чудесному? Еще раз говорю, очень-очень осторожно. И самое главное в духовной жизни не делать подмен. Никогда христианин не должен гоняться за какими-то вещами. Есть люди, которые создают вместо Бога себе неких идолов. То есть некоторые люди постоянно находятся в поисках чего-то сверхъестественного, в поисках чудесного. Верующий человек должен искать в первую очередь самого Бога. А не гоняться за чудесами, не гоняться за чудотворными иконами, не гоняться за некими старцами, которые делают что-то сверхъестественное. То есть человек в свою жизнь должен искать в первую очередь Бога. Как говорил известный богослов протопресс-фитер Александр Шмеман, что люди иногда себе делают идолов. Делают некоторые идолы из богослужения, делают некоторые идолы из церковного искусства, некоторые делают идолов из еще каких-то, казалось бы, нам хороших вещей. На самом деле эта вещь хорошая, но при этом они забывают, что все эти предметы, все эти вещи — это лишь средства, это лишь ступенечки, которые нас приводят к Богу. В первую очередь нужно идти к самому Господу, стремиться к Нему, а, конечно, пользоваться теми средствами, которые нам даровал Господь, но не делать эти средства самой целью, которой нужно стремиться. И не доверять всякому духу, как пишет нам святый апостол, а всякого духа нужно испытывать, потому что, к сожалению, сегодня духов в этом мире очень-очень много, и мы, увлекаясь теми или иными течениями, можем зайти куда-то очень-очень далеко. Лучше не доверять, чем нежели доверившись, однажды очень низко и сильно пасть. Храни всех вас Господь! Пускай Господь дарует вам одну из самых величайших добродетелей, которая называется рассуждение. Прежде чем довериться какому-то человеку, довериться какому-то явлению, нужно хорошенечко об этом подумать, и только тогда можно сделать определенные выводы. Храни всех вас Господь! Божьей благодати и Божьей помощью в вашей жизни! Субтитры создавал DimaTorzok